Доброе утро, дорогие друзья! Ну, вот и я со своими буднями, со своей мистикой, со своими прогулками, рассуждалками. Кому со мной интересно, смотрите дальше и не забывайте ставить лайки. Поехали! Еще что хочу добавить, мои дорогие, кое-что о предыдущем видео. Сейчас я вам покажу, что делается у меня на столе. Это мой кофе, видите? Вот, что делается у меня на столе, а потом скажу вам, что интересного в предыдущем видео о мистике. В видео о мистике некое мистическое явление. Я была очень удивлена. И я продолжу свою мысль. В видео о мистике, да? И вот пишет мне моя подписчица Яна. Пишет, Лилечка, посмотрите, в том месте, где на 14-й минуте, в том месте, где вы говорите, я почувствовала, что я знаю, куда ехать. В общем, с 14-й минуты получается. Ну, может быть, пару секунд раньше включите. У вас, как бы, над головой проплывает облако. Хотя я сижу вот на таком фоне. А я думаю, ну какое там может быть облако? Я же не на фоне окна, улицы. Представляете, там есть такой момент. Как будто бы вот так вот раз и проплыло такое едва заметное облачко. Кому интересно, посмотрите. Слушайте, я сама в шоке. Пока фигу. Чего только не бывает, друзья мои. Не знаю, вот так вот как-то. Посмотрите. Девчонки смотрят Евровидение. У вас сколько лет? Мама много, я шесть. Поедая вафельки. Настя есть, я не ем. А, дай попробовать. Как там они? Берю. Я правда всех прослушала. Слушайте, как интересно порезаны. А ты, а у вас шоколадный... Извиняюсь, я ухожу, я не люблю шоколадный вафель. Вы взбиваете зубы? Вот, девчонки смотрят. А собака рядом с Симоной. Все, они теперь... Это теперь каждый день будет Евровидение? Потом четверто, потом... В субботу. Скорость нашей жизни. Ага. Да, наша шестерия. Вот, пожалуйста. Смотрят Евровидение. Так, вы там взбиваете мурики. Все, я ушла, ушла, ушла. Да, я ушла вот сюда. Я здесь просто глажу свою кофточку. Под ежику. Как делала моя бабушка. Когда не было распылителей. Сейчас я вам покажу. А, я перепутала. Это моя бабушка так не гладила. Гладила через влажную тряпочку. И мамочка, и бабушка. А вот так... Это она цветы так брызгала. Комнатные растения. Можно идти. Я стояла у окошка разворачиваюсь. Иду и мне... Стой! А я тебя снимаю. Знаете, я когда читаю, я понимаю. А вот... Когда говорят, я не понимаю. Вообще... Что-то могу сказать, да. Но все равно чувствую себя Андреем Мироновым. Смотрите, как красиво. Какой красивый фонтан. И там то ли кафель голубой, то ли покрашена голубым. Прям получается такая голубая-голубая вода. И вот такие... Ой, пахнут. Травой пахнут. Вот, может быть, это можжевельник. Может быть, нет. Не знаю. Ну, красивые кустики. Вообще очень здорово. Красивая площадка. Это я просто гуляю по соседнему городку. Знаете, как мне нравится вот этот домик очень. Я бы с удовольствием жила в таком домике. Чтобы в окошко видеть вот такую прелестную площадочку. Как хорошо. Как я люблю водоемы. Еще хочу сказать. Вы знаете, на солнышке-то жарко. Ну, я немножко хочу посидеть на скамеечке и представить себе, что я здесь живу. Так, где же мне лучше сесть? Я сяду напротив домика. Мне домик понравился. Это я вам уже только что сказала, что это леды натуральные. Знаете, что такое леды? Леды – это мороженое. Этот мороженое. Леды – мороженое. Вообще, конечно, вот действительно, процентов 70 украинский язык похож на польский. Вот, но… Но это самое. Я все равно не знаю, какие слова… Ой, смотрите, смотрите, как здорово. Я все равно не знаю, какие слова точно. Там только вместо R и вместо S, Ш и Ж произносить чаще всего нужно. Какой хорошенький домик. Этот тоже ничего. В этом бы я тоже пожила. Даже я бы в этом… Знаете что? Я пришла к выводу… Так, что там еще? Еще у меня есть место памяти. Я пришла к выводу, друзья, что из окошка лучше наблюдать красивый соседний дом. Потому что, когда ты живешь, допустим, в красивом доме, а напротив тебя некрасивый дом, то ты постоянно вынужден его видеть. А когда ты, допустим, даже в самом худшем случае, что ты вдруг живешь в некрасивом доме, а напротив тебя красивый дом, то здорово. Ты видишь все красивое. Ну вот как-то так. А теперь давайте помечтаем. Вот я живу, например. Какой бы я этаж выбрала в этом доме? Вы знаете, я бы выбрала… Я не люблю лифтов. Ужасно не люблю. Я вообще как бы не люблю замкнутых пространств. Я очень люблю все открытое. Я люблю открытые окна, открытые двери, чтобы все нараспашку. Вот. И знаете, я бы все-таки выбрала второй этаж, чтобы пешком, пешочком. А в этом домике нет. Я не хочу жить в этом доме. Друзья, я не хочу жить в этом доме, потому что тут маленькие окна. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Я в этом. Я выбираю дом с большими окнами. Здорово? А вы какой выбираете? Этот или этот? Я вот этот. Вот смотрите, девчонки. Вот сидят две подружки там за какими-то коктейликами, мило беседуют о чем-то. Мне так нравятся вот такие вот сюжеты. Просто супер. Знаете, я бы с удовольствием вот так сидела с подружкой, которая меня понимает, которое я не боюсь высказать своего мнения, чтобы не испортить отношения. Ну, боюсь, это сильно сказано. Ну, допустим, с которой я себя, скажем так, свободно чувствую. Вот я бы так с удовольствием сидела, вот как эти две женщины. Они так живенько рассуждают, так приятно на них смотреть. Мне очень это нравится. Я вообще люблю вот такие картинки с подружками. Друзья мои, мне так нравится гулять по городу. Посмотрите, у нас всё зелёное, у нас наступило лето, но я думаю, у вас тоже жарко сегодня. Сегодня до 26 градусов температура у воздуха. И вот я пошла пройтись немножко. Кстати, видела... Вы знаете, я увидела у мужчины на руке часы. Мне это очень нравится. Я поняла, что мне очень нравится. Это что-то такое ностальгическое, как привет из прошлого. Часы на левой руке, как сказала Фаина Раневская в этом... Карты не врут в фильетоне с часами на левой руке. Вот я смотрю, вы знаете, здесь многие носят часы. И вот именно часы на руке, не знаю, как у женщин, вот у мужчин возвращают куда-то в прошлое. Сейчас ведь никто практически из молодёжи не носит. У всех айфоны, смартфоны, телефоны, у кого что. Даже мой Серёжа не носит часов. Хотя у него, я не знаю, были или есть очень красивые часики. Он не носит. Вот как-то интересно. Знаете, вот есть какие-то мелочи, которые вдруг понравятся, и ты смотришь и окунаешься куда-то в какой-то мир из прошлого. Мне нравится и здесь, в нашем городе, и в том городе, где я вчера была. Везде мне нравится. Ну, правда, хорошо. А в Киеве как мне нравилось, вы помните? О! А это я в отражении. Вот так одета сегодня. Видите? Тепло совершенно. И я так думаю, что скоро я буду уже и какие-то шорты носить. Ну, не шорты, конечно, а капри. И еще, девочки мои. У меня тут торбо с покупками. И еще, что я вам хочу сказать. Здесь много в секунде вот таких гипюровых, причем разных-разных кофточек. И вы знаете, я говорила вам, что я очень люблю велюр, но я забыла вам сказать, что я очень люблю гипюр. Я обожаю кружевную ткань, особенно, когда она вот такая. Вот видите? Еще и тянется. Вообще, люблю гипюр. Не меньше, чем велюр. Вот смотрите, какой столик. Какой хороший шахматный столик. Шахматный? Да, шахматный. О! Боже мой, я люблю играть в шахматы. Так, давайте посидим здесь. Вот. Я уже сижу. Посидим. Мне нравится здесь. И вот если бы я здесь жила, я бы выходила сюда и кофе пила. Вы мне поверили только что? Напрасно. Я просто всегда так думаю. Но на самом деле, у меня так не получается почему-то. Девочки, посмотрите, какую я купила вазочку. Она небольшая совершенно, хрустальная вазочка. И очень недорогая. В общем, в переводе на доллары она стоит полтора доллара. Посмотрите, какая красивенькая. Для чего я ее купила? И я вам скажу. Мелочевку туда сбрасывать. Вот когда мы, вот когда мы, например, вот я прихожу домой, я снимаю сразу кольца. Они мне мешают. Потому что то посуду помыть, то еще что-нибудь. И кладу их на столик, знаете? Кладу на столик. А на столе оно может смахнуться, потеряться и так далее. И я вот подумала, что вот эта вазочка будет в самый раз для мелочевки на столе. Кольца, серьги туда все побросать и не потеряются. Такая милая вазочка. Снимаю вслепую совершенно. Но я думаю, что я все правильно снимаю. Очень хотела снять на фоне красивого фонтана, на фоне вот этой площади. Это так здорово, красиво. Я люблю такие вещи снимать на природе. Но не всегда получается. Но вот сейчас сидела-сидела и подумала, почему бы и нет. Вообще, девчонки, я вам так скажу, когда мне хочется купить какую-нибудь очередную цасочку, ну, я имею в виду вазочку, еще что-нибудь, я обязательно найду причину, зачем она мне нужна. Потому что, если без причины покупать, ну, как-то не очень. А вот, когда находишь причину, вот просто необходимость ощущаешь этой вещи и покупаешь. Это просто какая-то медитация у фонтана. Знаете, вот эти вот брызги воды, это как бриллианты. Вот, знаете, струи воды, они переливаются в лучах солнца, как какие-то бриллианты осыпаются потом в воду. именно каплями такими. band. Спасибо. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, вот мы сейчас были в хэбби Скидочки хорошие на парфюмы Ну, перепробовала кучу парфюмов Я не знаю, у кого там не восстановилось обоняние У меня восстановилось оно буквально через, где-то дней через 6 после того, как совсем пропало Ну, когда я болела ковидом, да? Вот, обоняние такое, что я перепробовала здесь кучу духов Я уже пахну как парфюмерная фабрика Потому что я, в принципе, как сказать, на себе всегда пробую Пробую на бумажечку, а потом на себя Потому что есть такие духи, которые я просто переносить не могу И если брызнуть на себя, всё, мне будет дурно весь день, пока я их не отмою Вот, поэтому сначала на бумажечку Так вот, перепробовала кучу духов И понравились мне Ну, если я правильно прочитала Мави Мави от Хугабос Вот, в общем, изо всех Это были последние духи, которые я попробовала Они мне безумно понравились И Мариши даже понравились Хотя у нас разные вкусы Когда-то я любила цитрусы Потом я к ним охладела А Мариша по-прежнему любит цитрусы Мариша, ты какие? Какая у тебя этот? Love and love Love and love Love, love Да Ну, вот это Мави И Дольче Габбана ты любишь День-ночь или как там? Light and blue А, light, да Вот А я охладела Цитрусовым, бергамотовым Ну, так, нормально Ну, не моё уже Я люблю больше цветы и пудру А вот Мави от Хугабос Вот понравились, понравились И, в общем, при том, что удивительно Что понравились нам обеим Хотя, вы поняли, у нас разные вкусы Мариша любит цитрусы Я люблю цветы с пудрой Вот, Мави, Мави, Мави Мави Ну, поправьте меня, если я что-то не так говорю Вот, в общем, Мариша их сфоткала И, наверное, будем искать в интернете Что-то такое Я, друзья, просто сижу и наслаждаюсь Свежим воздухом Звуками гитары Я не знаю, слышно вам или нет сейчас И чем ещё И ароматом Множество парфюмов, которые я сегодня перепробовала Я вся пахну, я это ощущаю Я представляю, как это ощущают окружающие Ну, рядом со мной никого Нет, нет, они не разбежались Не бойтесь, не волнуйтесь за меня Просто здесь много места И я люблю сидеть подальше от всех Но чтобы были где-то рядом люди Я уже говорила Я не люблю толпу Но я и не люблю, когда мало людей Я не люблю безлюдья Я люблю, чтобы было много людей Только чуть-чуть подальше от меня И вот так хорошо Свежий воздух Плюс аромат прекрасных духов Которые я на себя набрызгала А набрызгала я их только потому Ой, только после того, как попробовала Потому что я уже говорила Что не попробовав Я никогда не брызну на себя духи Потому что бывали случаи Когда действительно брызнешь на себя Ну, в магазине, естественно А там те ноты, которые я категорически не приемлю И это так мучительно Пока доберешься до... Ну, обычно домой Чтобы смыть их Вот Так что пахну я прекрасными духами Которых на мне много И все они мне нравятся И так сказать Весь этот букет мне приятен Несмотря на то, что они все вперемешку Плюс звуки гитары Что я люблю? Я люблю воду Я люблю ароматы Я люблю прекрасные звуки музыки Я просто сижу И ощущаю себя Вне возраста Вне времени Просто Хорошо Вот Просто хорошо А вот над нами тучка нависла Прекрасная Темная тучка День теплый, летний И, кажется, я вам все-таки показала себя Потому что, когда было солнце Я пыталась себя снимать Но я абсолютно вслепую И совершенно не вижу экрана Когда солнце Может быть, потому что у меня смартфон Ну, смартфон это вроде как Такой не очень дорогой гаджет Но, тем не менее Я им пользуюсь Ну вот Все Звуки гитары прекратились И запахло пирожками Наверное, я сейчас уйду Субтитры сделал DimaTorzok